29 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября КОНЕЦ Славься, Господи! Славься, милостивый! Славься, живый и истинный! Славься, Господи! Славься, милостивый! Славься, живый и истинный! Любовь! Любовь! И обращая взоры к земле Матуши, окутаем планету чистотой и помыслом, нежностью души своей и сердечными пожеланиями во благо всего живущего на ней. И пусть же сила нашего воображения поможет нам в оттайнутый благодат, где постараемся дыханием теплым согреть землю Матушку, дабы почувствовала природа Матери в заботу о себе чад своих любимых, где мысленно возьмёмся друг с другом за руки. И в хороводе чувств своих обратимся лицам к Отцу и да испросим благую волю Его на труд праведный во дне грядущих, дабы вразумил Отец чад своих и наставил на пути истины. И постараемся с благодарностью принять уготовленные во дне новом для каждого из нас. Каждое воскресенье съезжается сюда очень много людей, жаждущих потрудиться на строительстве святыни и богоустройстве города. И происходит круг знакомств. Сейчас посмотрим, что это такое. Я Валера Гаврилов. На этой неделе буду папой у вас и старшим в городе. Так что, примите меня таким кирилем. Сейчас будет круг знакомств, на котором каждый заходящий сюда будет выходить и говорить, откуда он, зачем зашёл, какую цель и какую профессию имеет. И вот Ларисенко у нас. Старшая в палаточном городке. Меня зовут Лена Лариса. Я родом из Санкт-Петербурга. Сейчас живу в палаточном городке. Учусь служить. Георгий из Сибиряка. Имею разные профессии. Хотел бы работать на монтаже высотных конструкций. Дина Кордова с семьёй к учителю из Новосибирска. Клава из Кордова с семьёй приехала к учителю на встречу, на труд. Могу работать в любой работе. Таня из Черемшанки. Приехала на труд в школу. Уловь из Литвы. На вторую неделю остаюсь немножко поработать. Таня Алубька из Черемшанки. Приехала на труд. Юрис Гасперс из Риги. Приехала на труд в села Журавлёво. Вторую неделю остаюсь. Татьяна из Кордова. Приехала с семьёй. Преподаватель рисования. Но могу любую работу выполнять. Света из Кордова. Приехала с Кубани. С семьёй и на труд. Николай из Петерпаловки. Приехала на неделю на труд. Николай из Бугуртака. На труд. Сергей из Черемшанки. Поднялся на клуб. Дервиш Абдулла из племени Алибай Аббас Хлопкароп. Последнее время кочуюсь в деревне Петерпаловки. Одинокий-одинокий верующий. Без определённого места жительства. Кандидат клуба весёлых и находчивых. Уметь только одно. Принести ближним ступеньки. Доброе утро. Игорь приехал с Петерпаловска-Камчатска во строю храм. Владислав Делькач. Служитель. Занимаюсь электричеством в городе. Дмитрий Мельник из набережной Челнов. Живу и тружусь в городе. Занимаюсь энергетикой. Андрей Ташланов. Служитель города. Приехал из Бишкека. Занимаюсь строительством. Юра Губанов. Приехал из нас. Служитель города. Ребята, давайте, наверное, сразу такую схему возьмём. Что у нас клуб, отдельная команда, независимо от деревни, отходит вот куда, к синей бочке. А теперь те, кто приехали на труд, распределяются по участкам работ. Кто-то на храм, кто-то остаётся внутри города. Посмотрите, как это происходит. Клуб отошёл, да? Теперь, друзья, давайте посмотрим целевые заходы в город. Не на храм. Кто каким образом, целевым образом зашёл куда-то? Да. Школа. Можешь идти. Сразу. Жестянные работы в городе. Всё, Василь, то же самое. А к Андреану? А к Андреану то же самое. Сейчас поднимайте руки. А к Андреану? Тогда отходишь туда. Там разберёмся. Точнее, ещё вопрос. Сколько там остаётся после этой кучки? Лубами. Я предлагаю клуб не отменять, потому что зашёл специальный семинар. Ну, понятно. Будет пускай стабильно каждый день. А по поводу совета мастеров, у меня есть предложение сейчас по работам определиться сейчас. Я скажу, что у меня подготовлено поставить на бригаде этих ребят развести. Есть. Там особенно определять нам ничего не останется. Четыре коневода нам нужно, чтобы обеспечить полный объём перевозок. Необходимо храму сейчас. На кухне в палаточный городок. Желающие. С Ларисой работают. Давайте я. Три. Ещё два. Сколько надо? Пять надо, да? Пять. Ещё два, девочки. Ну и два, и два. И четыре-пять. Скажите мне, четыре-пять. Покажите мне. Вот, вот. Девочки, в Питерскую. Дина, наверх. В Питерскую. Кто сюда вниз? Два. Ты пойдёшь, да, Наташа? А ещё кто с тобой? Ещё один. Девочки, ещё один на кухне. Давайте. Сейчас целевым образом. Ну, мне вы говорите, потому что у нас будет один день общий труд, подъём металлоконструкции и досок для храма. В тот день работают все. Независимо от направления. А сейчас мне просто нужно знать. Где, чё и как. Самое лучшее. Сейчас. У нас чужие. Ушёл. 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 Так, ребят, значит, есть предложение клуба. Два предложения. И предложение провести служебное собрание. Какие вопросы? А Андрюша, ты уже два раза проговорил. Два раза. Я всю неделю уже проговорил эти вопросы. Итак, тогда давайте проголосуем руками, покажем своё отношение к этому прекрасному вопросу. Если... Сейчас, Ларис, не уходи. Если мы сумеем поднять обед наверх, то ложки, кружки, чашки, всё это пригодится там. Сейчас колокол отзвонит и мы договоримся. Сейчас, секундочку. Информация. В строящемся городе, обитель Рассвета, на конец сентября 2003 года построено 50 домов и строится 10. в которых проживает 100 взрослых и 38 детей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Перед нами дом творчества. Дом, в котором дети будут обучаться разным ремёслам и искусствам. Но вот уже почти два года он служит нам просто школой. Привет, ребята! Привет! Что вы делаете? Ну-ка, давайте расскажите. Догоняшками. Я снимаю. Догоняшками. А уроки ещё не начались? Сентрализованное государство. А сейчас мы с вами находимся в Доме творчества. Здесь сейчас проходят уроки. И самые разные. У нас есть специфика в нашей школе, что детей у нас немного, поэтому в каждом классе по одному, два, три человека. И занятия проходят в одном помещении. Ну, как-то все уживаются, никто друг другу не мешает. Вот здесь занимается девятый класс. Они выполняют сейчас самостоятельно задания по русскому языку. Здесь занятия по биологии, да? Да. Дашенька у нас учится в каком классе? Сюда. Вот. И преподаватель такая же молодая и очаровательная, как ученица. А в этом уголке занимается какой класс? Шестой. Шестой класс. Идёт урок истории. Да? Правильно я не ошиблась? Карта. И какая тема сегодняшнего урока? Объединение в Англии и Франции перед Столетней войной. Замечательно. Это действительно интересная тема, а, Леночка? Да. Степан. Очень интересная, серьёзная, да? А что-то о России вы изучаете? Пока что нет. На втором этаже Дома творчества занимаются дети с 1 по 4 класс. Как обычно, там царит оживление. И сейчас мы с вами зайдём и посмотрим. Какой материал для письма используют в тренинде? Ещё. В ней ещё что у нас было? Курица. А где это было? Вспомнишь? Из этого у нас делают посуду сейчас. А ещё? На глине. На глине, конечно. А в каком виде она была глина, детки? В узке. А как ещё можно это сказать? Ну, 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 давайте. Вспоминай. Вспоминай. В bard बonia् pale, Она была в виде глиняных дощечек. А чем писали на глининых дощечках? В камбills. Ещё чем? Палочками, конечно, а вы с вами палочками, это же очень легко. Теперь, пожалуйста, Надюша, читай дальше, остальные дети школы очень внимательно следят. Вот здесь за печечкой, в этом уголке, занимается четвертый класс. Это уже самая серьезная группа из начальной школы. Подойдем к учителю и спросим, какой сейчас урок. Анечка, извините, мы вас прервем на минуточку, да, буквально на минуту. Мы уже сами догадались, что это, видимо, урок истории, да? И у вас очень красивые новые учебники, да? Ну и, по-моему, детям интересно заниматься, любят историю. Надюша, какой еще предмет тебе? Математику. Математику? Женечка. Я математику очень люблю. Сплошной класс математика в будущих, да. Леночка, а ты? Мне раньше в школе нравилось общепение, но сейчас мне тоже нравится очень математика. Хотя иногда я тоже как-то... Как-то получается так, что она надоедает. И тогда ты поешь на математике, да? Ну, замечательно, очень хорошо. А Славя? Мне нравится рисование, история и математика. Вот это уже всесторонне развитая личность, обещает быть, во всяком случае, таковой, да? Они все любят. И рисовать, и считать, и играть, и все любят. Анечка, давно преподаешь? Ой, я у этого класса? Ну, наверное... Со второго класса. Со второго класса, да. Это замечательно. Значит, вы уже сработались и очень хорошо знаете друг друга, да? За компанию. Спасибо вам большое, и успехов вам в этом учебном году. Всего доброго. Извините, мы отвлечу вас на минутку. Здесь, как я поняла, второй класс занимается. И урок математики. Замечательно, самый серьезный урок. Библиотеки и архивы. Сейчас, чтобы найти нужную книгу, и лежу на ученых. Отправляются в библиотеки. Так, ребята, кто закончит примеры, у меня на доске цепочку. Нужно сделать тоже самостоятельно. Наташенька, а вот такой вопрос. Они мешают друг другу, детки? Вот все происходит в одном помещении. Вы знаете, сначала было, конечно, сложно, но как бы уже второй год я здесь занимаюсь, и они уже привыкли, они уже сосредоточены на своих учебниках, на своих тетрадях, местах, и они уже не мешают. Иногда помогают. А зимой? Не холодно здесь вообще? Вот замечательно. А перемены, они, наверное, резвятся очень активно. Гуляют на улице? Ну, бывает, что на улице, бывают помещения, игры какие-то. И еще я слышала, что группа продленного дня есть у них, да? Да, после всех занятий у нас у всех классов Анечка ведет группу продленного дня. Они делают уроки. Дополнительно занимаются. Спасибо. Да. Значит, от какой цифры ты должен что-то быть? Посмотрите, какая цифра. Поэтому я не знаю, что цифры. То есть мы от 80-ти. Потому что пишутся от руки толстые. Толстые. Тридцать. Так, дальше что мы будем делать? Значит, все события, которые происходят... Саша, пишет какой цифры. Так, а после равно? А после равно? Все, все. То есть он записывает. Писишки скажите, пожалуйста. Так, замечательно. После 40-ка что мы будем делать? Как равно и минус 20. Так, дальше. И последнее. Почему? Равно и минус 50. Хорошо. А здесь подходят к концу занятия у первого класса. Я смотрю, что они даже не различны здесь с игрушками, с своими собаками. Мы еще пользуемся игрушками. Поэтому мы ими. Раньше дома, да. Дверятки к нам в гости приходят. Да? А, кстати, как у тебя говорится? Кто был в гости? Собачок. А как это? Шоу. И коза. И коза. И коза. И коза. А рядом с Домом Творчества теплица поддерживает температуру. Ребята подтапливают немного. За окном льет дождь, а здесь сухо, уютно и тепло. Это одна из теплиц, из двух теплиц города. Матвей, расскажи нам немножечко о том, что здесь выращивается и для каких целей. Ну, мы как бы решили тут собрать коллекцию растений субтропических и тропических, которые пока не могут в открытом грунте расти. Не знаю, может быть, даже просто ради интереса. Ну, и как бы есть какая-то надежда, что, может быть, это когда-то можно будет высадить на улицу. Например, эвкалипты, да? Да, вот есть здесь, я знаю, что... Не похоже совсем на эвкалипты. В основном упор делался сначала на фруктовые растения, там, плодовые. Вот, ну, а сейчас уже начали больше как бы к декоративным уже тяга проявилась. Ну, а из фруктовых, плодовых, что, вот вроде бы виноград должен быть еще, да? Да, в принципе, цитрусовые все. Там виноград, гранат, вот фейхоа, авокадо. Ну, практически, наверное, сложно назвать, чего нету, вот из субтропических. Вот, из тропических, конечно, там ассортимент поменьше, но... Здорово. Вот, они в течение года плодоносят, собираем тут, угощаем все. И мандарины есть. Мандарины есть. Хорошо. А они правда цветут как бы и плодоносят одновременно в круглый год, да? Ну, да, в общем-то. Вот этот год такой неурожайный, солнца мало было, в общем-то так. А это что за растение? Это наранхила. Наранхила? Да, это индейцы выращивают, это из посленовых из семейства. Интересно, такая пушистая. Она уже зрелая или нет? Нет, она созрела, она оранжевая будет. Ага. А по вкусу она на что похожа? По вкусу кислая, но очень ароматная. Запах, особенно, в соки добавляют, чтобы ароматизировать. Вот это вот недавно завязали, это гуоява. Вот они. Будут чуть позже вырастут. Уже плодоносили? Ну, это уже, да, второй год она вот. Сюда. Вот это тоже другой вид гуоявы. Уже зрелые плодоносили, они желтенькие такие. Они такие некрупные и есть, да? Да, эти некрупные. Вот, ну, тут гранат внизу маленький. Тоже в же стадии зрелости, да? Ну, в общем-то, да. А размеры-то из-за того, чтобы просто зимой мало? Это такой вид карликовый. Есть крупно-плодные, а это вот маленький. Тамарин, тоже вот эвкалипт еще, бамбук. Это оливковое дерево. Там вот кофе в самом углу стоит. Какао есть у нас? Нет, какао это очень нежное растение, оно чисто экваториальное. Здесь нереально его выращивать, условия таких есть. Вот этот хлопок вот разворачивается, коробочка. О, как интересно! Настоящий хлопок. Может, потом можно будет выращивать их в больших количествах? А куркума, мы можем выращивать куркуму? Есть и куркума, тут уже она в горшочке, правда, отдыхает сейчас. Ну, тут вот, имбирь, кардамон. Вот они тут разные. Из разряда приправ, да? Ну, да, это такие пряные растения. Тут бананы разных видов. Вот банан. Но плодов еще не было бананов, да? Ну, культурных не было еще. Недавно только привезли. Хвойные сейчас с улицы занесы, они такие нежные пока. Тут содержим. Вот это папайи. Ну, плодов пока не было. Вот азалия цветет вот сейчас. Такой цветочек красивый. Сейчас они все будут распускаться потихоньку. А тут красиво, что-то хвойные. Это декоративные. Это туя, да. Это разновидности разные, декоративные. Вот этот бересклет. Это что-то декоративные тоже для сада. Они вообще-то даже в открытом грунте могут. А вот лимон желтеет. И не один. Не один тут еще. Вот чай. Вот так растет. Чай? Да. Чёрный чай? Больший кустик есть, да. Это такой лимон большой? Да. Там второй висит. А он такой, это горький, да? Нет, он не горький. Есть такой специальный выделенный лимон. Толстокорый. Вот, но это лимон нормально. Из цитровцевых есть. Кумкват. Вот они тоже. Первый раз слышу. Не крупные, не такие оранжевые. Их с кожурой вместе едят. Дозревали тоже уже до оранжевых. Да, уже это не первый урожай. Молдавинчик может. А почему маленький? Тоже сок? Он, не, он молодой еще. Маленький, да удаленький. С трудом завязал. Вот, ну, уже он так набирает силу, потом будет нормально. Хорошо. Вот это фейхоа. Тоже плоды уже все сняли. Вот один маленький остался. А это коллекция кактусов? Ну, в общем, да. Томатное дерево, да. Томатное? Да, томатное дерево. А что, значит, у нас съедобное, нет? Да, съедобное. Это родственник помидора. Фруктовый вкус у него не такой, как у помидора, более такой какой-то сладковатый привкус. Ну, консистенция немножко другая. Ну, надо пробовать вообще. Да, тут даже таких и не знаешь, какие тут есть. Ой, какая капустища здесь огромная растет. Легант. А это домики наших жителей. Информация Еженедельно палаточный лагерь принимает 50 человек, помогающих в строительстве города. Борис, кашка большая и маленькая. Что будет у нас на обед? Обед у нас на обед. Экзотический чай. Из палок? Да, палочек. Черные смородины, кустик. Листики. Еще палочный мак. И черную смородину. О, о, великолепно. Вкусно будет. Ой. Беликолепно. О, великолепно. Команда. Да. Ты же забывай. Наталь. Эх. Ой. А сейчас мы на подходе к одному из домов нашего города. Здесь живет семья Пятаковых. Николай, Мариша и их маленький Ванюша. Сейчас обеденное время и, наверное, хозяин будет дома. Как раз борщ у нас там. Борщ как раз горячий. Заходите. Заходи, заходи, Володя, заходи. Как вы нехорошо ее ловела. Замечательно. Волгоградских у меня четыре. Слушай, в Волгоградских. Я учусь. Потом вот три кассеты. Сейчас можно из-за этого слушать? Потом еще какие-то кассеты. У нас в городе даже еще нет. Да ты что? Мы дома перепишем. Можно там? Мама с малышом только что пришла из банки. Прыг! С тобой. 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 Прыг. Прыгнуй. Прыгнуй. Мы держим свою технику в руках у малыша. Неожиданно. В стиле. Панечка, ты уже полетал. Подожди, он за пилой. Молодец. Ну, смотри. Тут ножовка. Тут скажи, надо быстрее пили. Сразу к рабочему инструменту. Вот какой молодец. Какой мастер. Помощник папе. Это, наверное, любимые игрушки его, да? Да. Молоток, пассатижи, ножовка. И доверяете уже. Не боишься, что как-то там, да? Сначала был страх. Что ты говоришь? А вон за тумбочкой. Сначала был страх, а потом смотрю, он так довольно ничего. Ну, то есть присматривать приходится, конечно. Иногда падает, обрезался немножко. Вон рана есть на руках. Ну, это же дело такое. Учится хорошо. Утро встает и аж трусится. И сразу. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай руку. Давай. Сейчас, как здесь больно. Давай, дебили, давай, работать надо. Вон, храм строить надо. Где доска? Папа, за тумбочкой стоит доска. Да, вон мой хороший. Сейчас, сейчас, давай руку. Мама, да некогда, что-то ножовка в руках. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, вот порог будем. Да, вот. Так. Давай, вот, смотри, вот. Давай. Сейчас я у дебушек даю. Давай, как? Вот так пилить надо. Давай, давай. Марин, 10 минут назад я же переворачивала. Переворачивала, да? Хорошо. Тогда я, наверное, сейчас лепешечки быстро заделаю. Давай, пили, пили, пили. Не обращай. Так, давай. Молодец, мальчик. Давай, стой. А где молоточек, Ваня? Где молоток? Ух, 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 ух. Да тут ножовка важнее. Ножовка все, перед ней ничего не устоит. Да знаете, с какой стороны. Давай, давай. Смотри, как папа, как папа, Ванечка, да? Он там уже пол доски распилил на улице. Молодец. А сколько ему лет-то? Год и два месяца. Год и два месяца. Ваня, тебя ожидает большое трудовое будущее. Это уж точно. Ваня, давай перерыв сделаем. Идем ко мне. Давай поговорим, посидим с тобой. Пойдем, Ванюш. Некогда тебе? Да что ты говоришь? Некогда. О чем ты? О какой работе? Работа от слова раб. А я не раб, я живу здесь. Труд, назовем это так. Есть ли у тебя какой-то труд в городе, Коля, за который ты отвечаешь? Или просто ты в общих участвуешь? Я в общих участвую. Да? Но тебе приходится много в командировке ездить. Ну, что говорится мне, то и делаю. Я стараюсь раствориться там, что вижу все не в реальности. Реальность такова, значит, надо выезжать, выезжаю, надо что-то строить, строю, надо детским мастером быть. Проблемы, то и не в работе, проблемы, то и в голове, а голова с ней нормальная. Тут не причем. Очень хорошо. Оптимист по жизни. Я не знаю, просто я тут живу. Мне это нравится. Замечательно. А давно ли вы сюда переехали? Ну, вот уже год будет, как мы здесь. А до этого где жили? В Петропавловке. А в Петропавловке долго ли? В Петропавловке полтора года жили, потом в Эмиссии. До Петропавловки три года жили. Приехали с Краснодара. Из Краснодара. И в целом из мира, значит, сколько вы жили? Пять лет. 29 сентября нога наша наступила на Курагинскую землю. Как раз мы вот. Видишь, 29 сентября. Сегодня какое? Сегодня 29 сентября. Сегодня ровно пять лет, как мы на земле обетовано. Ровно пять лет. Вот видишь, как мы не с нас там попали. Так мы еще вообще, ну это совершенно удивительно. Просто такие уверения. Неспроста она попали в ваш дом. Вот видишь, как интересно. Чудесно. Спасибо вам за этот праздник. Марин, как с урожаем-то в этом году у вас? Ну, конечно, это не Петропавловский урожай, не Эмисский, тем более. Ну, ничего, я думаю, нормальная. А почему не Петропавловские миски? Поясни, как это, чем? В количестве и даже в качестве. То есть, та же свекла, здесь ее и сложно вырастить. Она, конечно, такая небольшая. А там у меня очень крупная, все росло такой большевой. Земля здесь, конечно, не такая, да. Я считаю, что нормально. Ну, это просто из-за того, что земля еще не поставлена, да? Конечно, конечно. Здесь землю надо удобрять, поднимать. Ну, поэтому... А так, ничего, я думаю, что будет достаточно. Не тяжело вам как? Ты знаешь, тяжесть бывает чисто психологическая. Ну, как, она временная бывает. Временами. То есть, возникают какие-то ситуации, которые необходимо пережить правильно. И все. А так, тяжести. С ребенком, естественно, забот много. Поэтому ситуации очень идут активно, быстро, много, интересно. А взрослой дочери как они? Ой, дочки... Это особая такая статья, конечно. Дочки очень хорошо все понимают, но пока они не готовы служить. В том смысле, что нет друзей здесь пока. Мало общения им здесь не хватает. И не привыкли. У них такой момент, когда расставаться с друзьями своими сложно. Они из ЭМИСа в Петропавловку не хотели переезжать. А потом привыкли в Петропавловке. Им все из Петропавловки никуда не хочется уезжать. Но сейчас старшая в ЭБК не учится в колледже. Она уже выбрала себе профессию. На конструктора модельера поступила. А средненькая она в ЭМИСе в 10 классе учится. Поэтому пока они выбрали такой путь себе. Мы очень скучаем. Живут хорошо. Там ребята так за ними заботятся. В гости-то приходят у кого-то? Да, на каникулах постоянно поднимаются. И сейчас звонила в воскресенье. Не в воскресенье даже. В понедельник, по-моему, прошло. Катюшка, мама, приезжай, хоть Ванечку покажи. Как там Ваня? Ты хоть имена наши называй, чтобы он знал нас. Так что, конечно, скучают очень. Ванечку любят. Ну, все хорошо. Смотри, видишь, как он тут мастер растет. Вот это вот у нас чудо. Скажи, говорить не могу, зато все понятно. Он с астарментом не расстается. Ну, ковер же шва. Выключи, пока я заберу. Смотри, 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 какой цветочек. Вот, ну что, забрали? Светлая жалко. А где уже? Светлая жалко, на все, музыки. Упаду, возьмем, она никуда не уйдет. Никуда не уйдет. А ну, стой, стой, стой. Все, самую любимую лошку забрали. А ну, все, стой, стой. Только с пилой может, а? С пилой-то танцует. Не до танца, не до танца. Какие дискотеки? Вот вам выбор. Будущее поколение выбирает. Покажи, что выбирать. Ух ты, ничего себе. Три в одном. Да, бог любит роица. Панечка, будем благословлять? А благословлять? А как благословлять надо? Семья приступает к обеду. Но прежде чем совершился это, существует такой обычай благословлять пищу. Делают это мужчины. Мы влюбленной свечи, освещаем свечи. И все так же нежно, вместе мы. И все так же нежно, вместе мы. И все так же нежно, вместе мы. И все так же нежно, вместе мы, вместе мы, вместе мы. Кубанский борщ. Да уж. Все со своего огорода. Да, Мариша? Да, натуральные продукты. Чисто экологические. Хлеб как печешь? На закваске или просто... Ну, это лепешки просто на кабачках, а хлеб на закваске пеку. Он сейчас горячий, пока я поставила его немножко дойти. Поэтому сейчас с лепешками приглашаю вас к столу. Спасибо большое. Присоединиться. Посмотрим, как устроен быт наших горожан. Здесь, поближе к лесу, расположена баня. Она дымится. Видимо, кто-то сейчас здесь моется. И дежурный стучит топором, готовит дрова. Зададим ему несколько вопросов. О том, как происходят банно-прачечные дела в городе. Обратите внимание, какие интересные скульптуры. Видимо, на данную же тематику здесь неподалеку. Ну что ж, люди творческие, видимо, могут себе позволить такие забавные находки. Как раз идет дежурный, у которого мы хотели поинтересоваться, как проходят здесь такие прозаические бытовые вещи, как помывка в бане. Наверное, есть какой-то режим и прочее, прочее. Миша, расскажи нам. Как и в любой бане, наверное. Дежурный каждый день. Дежурный каждый день. Вот я сегодня заступил с обеда. Вот, с часу до шести вечера. Что он делает? Ну, задача дежурного входит, это колка дров, подноска дров, топка бани, подноска воды. Ну, это все, за это все несет ответственность дежурный. Вода не далеко здесь? Ручей, речка? Ну, воду берем с ручья, вот здесь ручей из-под горы течет. Вот этой водой мы и моемся. Ну, еще вот по режиму, я просто не все сказал, что... У нас режим такой, что мы заступаем, можно сказать, на сутки. Вот я с часа сегодня дежурю. Вот, и завтра с пяти утра, потому что в семь часов уже первый человек приходит мыться. Вот, с пяти утра я дежурю до этого же времени, до часа. Потом меня сменяют следующее. Сделано специально по полдня, чтобы что-то за полдня успевал сделать по основной работе. Удобно, в общем-то. Да, но такой режим более. Раньше было, мы дежурили с утра и до вечера. Вот, и тогда ты и не дома, и не на работе. Потому что это не является нашим основным трудом, это как необходимость. Вот, основной труд это ремесло, тем, которым здесь занимаются многие, поэтому... Для меня это печки. Печки, да? Да. Ага, ты кладешь печи. Да. Замечательно. А вообще существует эта баня, построена как долго она уже функционирует? Ну, она второй год только, всего-навсего работает, второе лето и зиму, вот, вторая будет зима только. Раньше была баня на другом месте, на старом месте, вот. Ну, она была, старая баня, еще в 96-м году построена, поэтому... Износилась? Да, уже, ее нет. Ага. А это зарекомендовало себя хорошо? Ну, это намного лучше, во-первых. И сам вид, и объем, и предбанник уже есть. А по сколько человек моется сразу? Ну, здесь по-разному. Вообще она вмещает, ну, максимум четыре человека могут нормально помыться, не мешая друг другу. Ну, если есть какие-то, допустим, бывает, когда надо и больше моется. А вообще у нас по два человека, два человека в час. Расписание как бы есть? Расписание, да. Два человека в час моются. Есть с семьями моются, если это удобно по работе человеку. Вот, то есть муж, жена моются, там дети, если что. Вот, а в основном, или ребята. Вот ребята у нас все моются в такое время, где оно не связано как бы с трудом, с ихним трудом. Не мешало бы, чтобы... Чтобы не мешало, да. Женщины могут мыться с самого утра и до вечера. А ребята вот в обеденное время могут мыться и вечером после шести, когда кончается основной труд на производстве. Ну что ж, спасибо. Пожалуйста. С легким паром, девочки. Ну как банька была? Хорошо, отлично. Горячая. Вы в парной были? Были. Нравится вам горячая когда, да? Ну мне особенно не всегда нравится горячая, но я иногда, когда подмерзнешь, нравится погреться. Ну здорово. Нравится вам. Продолжение следует...